Русфонд запустил мобильное приложение для владельцев айфонов и систем андроид. Помогать стало проще, через которое можно оказать пожертвования детям, нуждающимся в лечении. Одна из семей, где сегодня собирают деньги на дорогостоящие лекарства, проживает в Хантамансийске. У семимесячной Киры Евстигнеевой редкая и непредсказуемая болезнь – гиперинсулинизм. Это грозит серьезными осложнениями и угрожает жизни ребенка. Стоимость препарата – 1 миллион 284 тысячи рублей. Основную часть средств несет компания «Ингострах», а также читатели газеты «Коммерсант» и сайта «Русфонд». Телезрителям нужно собрать 41 тысячу рублей. Семимесячная Кира Евстигнеева – обычный жизнерадостный ребенок. Растет и познает мир. Поднимать настроение девочке старается мама Миляуша. Она, как никто, знает, сколько для этого требуются усилий. Ведь для полноценной жизни Кире нужны постоянные уколы. На свет девочка появилась с редким в ханты-мансийский диагнозом – гиперинсулинизм, когда из-за гормональных изменений в поджелудочной железе в крови снижается уровень сахара. С самого рождения нам поставили этот диагноз, потому что у меня у средней дочери такой же диагноз. Поэтому даже перед родами был разговор о том, чтобы сразу у нее взять уровень сахара, проверить. Потом лежали тоже в реанимации. Там нам вводили глюкозу внутривенно. Потом подобрали нам препарат. И уже более-менее улучшились показатели сахара. В подобных случаях помогают операции на поджелудочной железе. Но у Кира особая форма заболевания. Ей может помочь только медикаментозное лечение. Врачи научного центра в Москве подобрали ребенку подходящий препарат, который будет блокировать выработку инсулина и защитить головной мозг. Если девочка будет принимать его постоянно, то сможет вырасти абсолютно здоровой. Для лучшей компенсации болезни и минимизации количества инъекций рекомендована терапия препаратом «Саматулин-Аутожель». Он поможет избежать тяжелых осложнений. Самочувствие ребенка улучшится. Одной инъекции такого препарата хватит на целый месяц для ребенка. Но беда в том, что он не покрывается государственной квотой. Его цена за укол составляет 107 тысяч рублей. Таких средств в семье Евстигнеевых нет. Но они не теряют надежды на спасение девочки. И готовы принять любую помощь, посильную для каждого человека. Сергей Манойленко, Максим Солюков, Александр Черник. Вести Егорий.